Всем привет! Сегодня в программе новости науки открытие новой связки коленного сустава человека, испытание сверхмощного телескопа для обнаружения космической опасности и выявления предрасположенности к раку. Подробности далее. Итак, в мире. Австрийские хирурги-ортопеды Стивен Клес и Йохан Беллиман задались вопросом, почему, несмотря на успешные операции, некоторые пациенты испытывают сложности после травм передней крестообразной связки колена. Отправной точкой исследования стала работа 1879 года французского хирурга, который предположил, что в колене есть еще одна связка. Новую связку Клес и Беллиман назвали антериолатеральной связкой. Дальнейшее изучение позволило подтвердить, что проблемы пациентов, перенесших травму крестообразных связок, обусловлены повреждениями данной связки. А в России в Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики СОРАН запущен в опытную эксплуатацию первый в России широкоугольный телескоп, предназначенный для мониторинга потенциально опасных для Земли объектов. Телескоп АЗТ-33ВМ способен за 30 секунд получить данные о небесном теле размером 50 метров на расстоянии до 150 миллионов километров. Это значит, что благодаря телескопу о возможной опасности земляне будут предупреждены примерно за месяц до приближения к нашей планете несущего угрозу астероида или другого небесного тела. И это при самом неблагоприятном сценарии. Обычно на то, чтобы подобные объекты, находящиеся на столь далеком расстоянии от Земли, к ней приблизились нужной годой. И напоследок в Татарстане. Ученые Ефмит Кафу совместно с врачами Республиканского онкологического диспансера запустили проект по выявлению предрасположенности к раку у населения Республики Татарстан. Исследование направлено на выявление у женщин генетической склонности к раку молочной железы и яичников. По данным онкологов, именно эти виды рака чаще других онкологических заболеваний являются причиной смерти женщин в нашей стране. Для этого человеку, желающему узнать, находится ли он в группе риска, необходимо сдать 5 мл венозной крови. Возможность пройти тестирование будет предоставлена в первую очередь сотрудникам и студентам Казанского федерального университета. А на этом все. Редактор субтитров А.Семкин